Спасатели Якутии начали практические тренировки по подготовке к паводковому сезону. Сегодня бойцы Республиканской службы спасения провели занятия по спуску с вертолета. О том, как это было, расскажет Виталий Абрамов. Первый этап занятий – спуски с вертолета в дневное время. С высоты 30 метров спасатели отрабатывают десантирование с борта Ми-8 с помощью Альп-снаряжения. Такие тренировки проводятся регулярно, особенно в предпаводковый период. Да, все это входит в программу подготовки к паводку. Сегодня спускаются как бывалые, так и новички. После зимнего перерыва специалистам службы спасения необходимо вспомнить навыки работы в любых условиях. Ежегодно десантная группа спасает десятки жизней. Еще один элемент тренировок – подъем пострадавшего с помощью лебедки. Так, в течение весны спасатели проведут еще целый ряд учений и испытаний. И в конце месяца отправятся в паводкоопасные районы. На данный момент сформированы семь групп, семь оперативных групп. Они будут работать по всем крупным рекам. И, видимо, тренировка будет не напрасной. Сегодня гидромет выпустил уточненный прогноз по вскрытию рек республики. Согласно им, в Итиму ледоход на Лене подойдет уже 30 апреля, а у Якутска ожидается 12 мая. По заторообразованию в Центральной Якутии ничего кричистского не ожидается. Однако совсем иная картина ожидается на северо-востоке. Экстремально высокий снег у нас в бассейне Колымы и в бассейне Алазии. Там снега больше нормы в 2-6 раз. Поэтому мы уже в нашем долгосрочном прогнозе указали, что уровни воды в Зырянке превысят критические отметки и в Среднеколымске тоже. Так что, похоже, спасателям будет чем заняться. Специалисты говорят, что ориентироваться нужно на весну 2012 года. Тогда реки вскрывались примерно по такому же сценарию. Виталий Абрамов, Анастасий Николаев, НВКСХ, Якутск.